Там где боль, 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 это моя боль, это моя боль. Приветос Amigas, продолжается Dark Souls. Многие, которые многие ждали, многие писали в комментах, а почему сегодня не Dark Souls, а почему Ведьмайк есть, а вот этого нету. Ну, по разному складу обстоятельств, я еще не запустил летсплеерный конвейер, такой уже конченный на своем канале, поэтому иногда бываю занят, иногда просто нет настроения что-то записывать, то есть я могу, конечно, записать что угодно, вне зависимости от того, там, хочется играть или не хочется, но вам, скорее всего, такое видео не понравится, поэтому раз видео нету, значит, сегодня, ну, не судьба, завтра будет. То есть, все такое, почему-то на новой видеокарте FPS в Dark Souls упал, парадокс, было 60, когда сейчас стало 30 почему-то. То есть, Unlock, посмотрел, Unlock стоит, вроде ничего не слетело, FPS один хрен, снова старые добрые 30. Убогая тридцатка, тарадан. Наверное, Dark Souls слишком крут для моей новой видяхи. Что мне, блин, для записи старую ставить, что ли, что-то не врубаюсь. Что же делать, как же быть. И, собственно, кстати, куда идти-то, да, что-то. Отлично. Убогий костер. Все ожили. А врагов здесь очень много. Это же каждый раз, когда помрешь, тут каждый раз их убивать, что ли? Отлично. Особенно у меня доставляет вот тот лучник, который откуда-то там стреляет, сука, блин, рваная, сверху, что ли, я не понимаю, где он. Ага. По баллистике вычислил, где стоит эта мразь. Не здесь. На самом деле, дурацкая локация. Казалось бы, ну, пещера, Норландо, куда уж хуже. Ну, она, может, и не настолько плоха, но просто здесь хер просышь, куда идти, и что от тебя хотят постоянно. По-моему, я тут какой-то секретный вход открыл. Вот, и мне вообще-то не сюда, а куда-то вот сюда. Чтобы сразиться с Нагим Ситом. Обломок синего титанита. Кстати, там насчет выбитого демонического мачете написали, что это самая крутая пушка для силовиков в игре, или одна из самых крутых. Но, будучи заточен на плюс 15, у нее там скейл от силы становится. Но, блин, серьезно, посмотрите на скорость атаки этого оружия. Ух, ёптэть! Ах, за Русь, матушку! Ах, третий раз! Ну, просто жесть, очень долго. Удар в прыжке, он и в Африке удар в прыжке. А вот если удар не сработает, то силовая атака будет вот такая. Это просто жесть. Это намного, намного все дольше, намного, чем моя секира Черного Рыцаря. Вот. Поэтому я, пожалуй, откажусь от этого оружия. Тем более, что у него не намного, там где-то на 50 дамага больше будет суммарно. Но, правда, эту пушку можно будет зачаровывать, насколько я понял. Наносить на нее смолы и так далее. Но почему-то мне кажется, что я без этого обойдусь. Сколько тут сундуков. Ключ от темницы в архивах. Сейчас, блядь, да, я пойду. Пойду обратно, ёптать, вытаскивать там этого опёздала, который там сидит. Нахер он мне сдался. Персонаж, он не ключевой, прямо скажем. А, вот он, символ альчности. И фальшион чар. Фальшион чар, насколько я помню, одно из читерных оружий этой игры. О, кристальный уголь, это вообще. Одно из читерных, это в смысле, что фальшион чар и копье молнии. Две, по-моему, абсолютно читерные пушки. Но если я понимаю, почему кольцо молнии крутое, то чем крут фальшион чар, я что-то вообще... Никогда им не пользовался. Да, ядрись тканем, ты сдохнешь сегодня, нет? Сколько тут у нагого ситов закрома... О, радужа... А, ну да, я знаю, для чего они нужны. Это один из самых упоротых моментов первой части. Во второй части они почему-то вот это не перенесли. А идея неплохая. Идея неплохая, но ёптвою мать! А, нормально, высота небольшая. Так, вышел на крыльцо, почухать своё яйцо и... О, снова вы. Ногой сит, походу, помешанный на кристаллах дракон. Кристаллические мобы, кристаллические големы. Сам он какой-то эфемерно-кристаллический. Локация вся в кристаллах. Любитель алмазов. Довольно тупые мобы здесь. Я не знаю, надо быть слоупоком, чтобы не смочь увернуться от их говёных атак. Вроде здесь в углу что-то лежал какой-то лут, но не очень хороший. В общем-то, до конца игры уже ничего приличного не найдётся, кстати, говорят, собственно. Пушку лучше я уже точно себе не сделаю. Доспехов лучше тоже не найдётся. Вон, они там что-то пасут. Ну, может здесь какое-то кольцо есть, я не знаю. Чехалы. То есть, как бы, ну, броня-то... Вот в играх Dark Souls вся броня, она только по виду в основном отличается там. Какое-то различие в свойствах, а внутри брони оно минимальное. Господи, проатаковал как господь. Блять. И они такие же валенки, блять. Схватка титанов. Титаны-рестни, гонаты-НТ. Этот уже дубину схватил, говорит, думай, дай дубиной хоть дотянусь. Вот это херово. Да и то не убило бы. Бам. Вжбан. И никакого лута. И никакого ничего. Слушайте, а чё это появился за какой-то новый такой летсплейщик, блять, хитрожопа наглый? Он, блять, игры, которые запрещено, которые в альфа-тестах, которые там, блять, суперзакрытые, которые запрещено выкладывать, он их хуячит ВКонтакте. Ну, пиздец, блять. Я ебу наглость. Он с этого дохода не получает, естественно, с ВКонтакта, скорее всего. Ну, можно, конечно, монетизировать ВКонтакте, свою группу, но там это вообще, по-моему, уже другой базар совершенно. Вот. То есть, он чисто хайп с этого получает, больше ничего. Пиар, то есть, идёт. Типа, смотрите, как я нагл и дерзок, я единственный показываю Dark Souls 3. Кто-то мне... Не пытайтесь кидать... Кидать его видео в группу. Я сейчас перетру с админами, чтобы больше эту хуйню не публиковали. Потому что, ну, когда правообладатель, блять, на это взбесится, он забанит не только этого чебурека, блять, гениально умного, но ещё и, наверное, все те группы, которые участвовали в распространении этого контента. Да и нахуй оно надо. Ну, выйдет Dark Souls 3 в своё время, и тогда, блять, все поиграют. Нахер, блять, вот это заранее заниматься этой хуйнёй. Блэку, блять, заранее присылают эти игры, но он-то хоть ладно, он... Ой, блять, это же эфемер... Это же бабочка опять. Ой, сколько их, ёпт твою мать. Вот, Black-то, понятно, он там снимет свой пятничный подкаст, где там расскажет о своих впечатлениях ссанных тем, кому, блять, они интересны. Да и всё, а этот прям берёт, блять, и прям видосы выкладывает. Ну, охуеть, вообще, столько наглости у человека. Отличный удар, сучка драная. Нахуй я её трогал, объясните мне, зачем она мне нужна была? Тварь это, блять. Я чё-то не помню, чтобы они тут... О-о-о-о! А как же её... Как же её... Мочкануть-то подойти, я чё-то не улыбаюсь. Она, она как её боссовый аналог сейчас присядет или чё? Подождём. Деваться-то некуда. Слышь, тварь, блять. С палкой вместо головы, ёптать. У него посох какой-то в голову отком, что ли? Да, ёптвою мать. Да пошла нахер, блять. Блять, я ненавижу разработчика. Нахер вот так делать-то, ёптвою мать. Ну и какого хуя? Где дамаг? А, вот дамаг весь. Весь у неё. Попробовать в крыло, что ли, её убить. Работает, только надо ритм поймать. Вот сейчас. Вот сейчас. Сука, чтоб я ещё хоть одну эту мразь сагрил, а? Так, сбился. Чё я лук не заточил, а? Вот сейчас вот стою и об этом думаю. Блять, господи. Попал, попал. Наконец-то нас сдохло, сука. Это был очень интересный бой. Так вот, рано или поздно разработчики-то пронюхают, прохавывают, чё это за человек такой, и сотрудничать с ним точно перестанут, мне кажется, потому что, ну, нифига себе, человек просто сливает демки в интернет, грубо говоря. Какая разница, где он это делает? На Ютубе или на... Или ВКонтакте, в своей группе. Вот. То есть, я не понимаю логику. То есть, канал начинающий, да, такой хернёй заниматься бы не стал. То есть, и вообще начинающему каналу бы демки не присылали разработчики. То есть, этот чувак довольно раскрученный, да? И всё равно, сука, мало. Надо, блять, надо идти, пидорить свои ссаные демки и выкладывать их ВКонтакте. Вот, нахуя нарывается, блять? Ну, политика жадности. Сколько бы ни было, всегда будет мало, надо больше. Больше подписчиков. Как у Блэка, как у Купленного. Надо там всё для этого делать. Только они-то до такого не опускаются. Насколько я знаю, по крайней мере. То есть, они дорожат тем, что разработчики им присылают демки. Ладно, хрен бы с ним. Просто это уже, блять, не первый раз. Я от него вижу. Кто-то Need for Speed от него пытался в группу прокинуть, блять. Кто-то ещё какое-то говно. Потом Dark Souls третий. Я думаю, нихуя себе человек, блять. Кем он там себя возомнил? Потому что журналист какой-то не въебаться, что ли? Ну, почему, блять? Охуеть! Да пошла ты нахуй! Ёб твою мать, блять! Ну, пиздец, локация, блять! Нахер, не буду больше ни с кем тут драться. Блять, ебалый, блять. Если, блять, тут устоять-то невозможно. Как, нахуй, бои-то, блять, вести с ним? Ну, чё это, блять, за геодата такая? Ёб твою маму я делал, блять, а? Тут этот... РПГ вышло, которое все, блять, просят показать. Там, сука, говорят, на огромнейший глобальный мир ни одной, блять, невидимой стенки ещё люди не нашли. Dark Souls, блять, этому уже, нахуй, 8 лет, сука вонючая. На, нахуй, тут съехал. Тут не пройти, тут не залезть, блять. Вот рука жопая, блять. Так, нахуй, этих бабочек, блять. Сука, не дай бог эта мразь опять проснётся. Я не думаю, что с ними обязательно сражаться, потому что, блять, с ними невозможно вести бой. Вот, вместо того, чтобы кидать здесь радужные камешки, я придумал стрелять из лука. Но ещё можно ориентироваться на эти снежинки. Это, мне кажется, они эту идею взяли из фильма Диана Джонс. Там, где он песок сыпал, чтобы идти по дороге Веры, или как там. Ага, голем убит и не заспаунился какого-то хрена. Разрешите, я подберу своё барахло? Спасибо. Так, куда идти-то? Что-то сомневаюсь я, что мне вниз надо. Давайте проверим. А как туда попасть-то, ёптвою мать? Чтобы не через эту дуру, бля. Надо тут просто падать, наверное, вниз, да и всё. А, вот я. Падение неизбежно. Понятно. Или что? То есть впереди нет дороги, да? Хм. Ну, раз написано, наёбывать же не станут, я думаю. Фаталити. Да ёптвою мать. Пиздец, это что за голем такой? Это, наверное, царь голем просто. Столько плюх пережил этих фатальных. Облом их синего. Да нахрен мне нужен. Я не врубаюсь. А теперь врубаюсь. Я, блядь. Блядь. Это пизда, не локация. Просто, блядь, безрукими хуесосами, блядь, деланная. Интересно, как я понимаю, оттуда подъёма нету, да? Душу, то есть я свои заберу и чего, блядь? Юзать мне этот камень возвращения, что ли? Нахуй они мне обосрались. Подумаешь, 40 тысяч, блядь. Меньше левела. Локация, конечно, ну полная говнища, блядь. Тропа. Ну, очевидно, что она... Прямая. Они же не могли настолько охуеть, чтобы ещё кривые невидимые тропы делать, правильно? Я, блядь, знаю, кто разработчик этой игры, блядь. Допуская что угодно. Дегроды, блядь. Поменял, блядь, 40 тысяч душ на кусок синего титанита. Ну, ёп твою мать, блядь, охуенно вообще. Неизбежность слева. Чего неизбежность слева? А, опять это говнище. Ёп твою мать. Пасть нахуй, захлопни. Ёбаный в рот. Ещё одна. Давай, карамсай, нахер руби ей лапки. Ты чё? Чё с них ничего не падает? А, чё-то падает. Камень очищай, батюшки. Вот это лут. Да ёп твою. Ой, да пошли вы нахуй, а. Надоело вас. Понаставили, блядь. Явно больше, чем надо. А это что за говно? А! Здесь, чтобы на арену с боссом выйти, не надо в туман проходить, что ли? Very, very original. Very, very original. Ну, понятно. Смерть еще на конце, на конце на яйце, блядь. Там иголка. Всё дела. Вот летит ногой сид. Видите, какой он урод, блядь? У него нет чешуи, поэтому он ногой. Но почему он тогда не безжопый сид, да? Если ему давать имя, исходя из того, чего у него нету. Безжопый сид даже звучит круче. Как вы думаете, как трудно убить этого босса? Очень трудно убить. Мы ломаем эту палочку, которую он сторожил, холил, лелел. И он становится просто, сука, смертным. И начинаем. То есть, эта палочка его отхиливала. Блядь. Надеюсь, он убил свою вот эту уебищную, блядь, мандулу, которая тут бегала. Я хочу сказать, что сид, хоть и убогий босс, но очень крепкий. Жизни у него не меньше, чем у Каламита, по-моему. Дамаг по нему точно проходит так же херово. Че, он еще и лапками бьется, что ли? Пошлепал, пошлепал своими этими хуйнями, блядь. Ластами своими, блядь. О, он еще и, блядь, и ручками машет. Как мило. Ну, вообще, он не такой беспомощный, как кажется у нас. Видите, че-то же он могет. Он лазеры пускает. Лазерный ты наш дракон. Напоминаю, сид предатель своего урода, поэтому жалеть его... Поэтому жалеть не надо этого урода. Был бы драконом. Жил бы драконом, сука. А теперь сдохнешь, как тварь. Блядь, зажал педрил, а. Получи красную пулю в затылок, белогвардейская мразь. Осколок великой души. Да, ногой сид, хоть и уебищный босс до невозможности, но обладает великой душой. Хотя мне кажется, что после предательства своего урода, его душа должна была скукожиться, как яички маленького мальчика на морозе. Такой вот он упырь. Ногой сид. Выглядел красиво, величественно, но оказался куском полного кала в бою. Жил он за счет какой-то, блядь, своей вот этой хрустальной струны. Что это такое? Я не знаю. Как он ее сделал? Хрен его знает. Аналогия с нашим славянским старым добрым Кащеем Бессмертным. Походу, разработчик сказки-то наши почитывал, почитывал. Все, хочу просто уйти уже из этой локации гнойной. Но перед этим хотелось бы подобрать все-таки свои душонки. Чтобы не дарить их тут этим мидиям, хламидиям. Все. Курите бомбу, къептать. А я найду эту тропу-то невидимую. Может теперь невидимые тропы видимыми стали? Было бы очень любезно. Как интересно, все-таки Ногой Сид перемещался на вот этих на своих щупальцах. А я думал, у него просто жопы нет. Да, Ногой Сид, честно говоря, убогий дракон. Пишу и нет, жопы нет, ничего нет. Его, наверное, гнобили по этому поводу. Я сейчас, наверное, не только не достану свои потерянные души, но еще и въебу вот эти 60. Ставки высоки. Идет игра всерьез. Правее, правее. Аля. Оп. Сейбл отсюда. 107 тысяч душ. Так, че бы прокачать-то? Здоровье, что ли? О, тысяча здоровья. Фак, еее. Ученость. Нахер мне-то ученость-выносливость. А если еще? Да. Непонятно немножко. Ну, видите, да, что уже под конец игры эти левелы перестают что-либо давать. Ну, пусть будет выносливость насрать. Хотя, нахер нам не нужна. Пусть будет здоровье. Танковать буду. Вот. И теперь надо вернуться в архивы и попытаться забрать свои души, которые я обронил у него в первый раз. Вообще, говорят, что они там лежат, но я после этого, вообще-то, много-много раз помер. Так что, возможно, что там ничего и нет, но, говорят, сундуки какие-то должны быть. Немножко что-то задолбался бегать по этим архивам, искать, где была первая арена встречи с Нагимситом. А здесь что-то в этот раз заползали эти медузы до кучи. Раньше они вроде сидели там нормально, а теперь они вон что делают. Боевые стали, видите какие. Пытаются что-то атаковать. Пришлось надеть тяжелую броню, потому что эти лучники в библиотеке меня просто достали, уроды. Так, ну что, у меня ключ от этой клетки вроде был. А жопа в шляпе-то куда-то сдриснул. Что с ним стало? Здесь же сидел этот гномик гребаный. Куда-то свинтил уже, засранец. А, душа-хранительница огня. Ну, ради этого стоило сюда прийти. Конечно же. Дабы флягу с эстусом улучшить. Но я что-то все равно не врубаюсь. Мне куда идти-то сейчас? Тут я как бы зашел на арену с боссом. Меня там сито глушило, видимо. И притащили в клетку, положили. Но пешком-то как выйти отсюда, туда, в клетку? Ух ты, блядь. Ау. У вас тут что-то немножко много стало, не а, ребята? Такую толпу за раз хер раскидаешь. Оп. Один отъехал. Самый дерзкий. Ау. Ау. Оп. Еще один отъехал. Все, остались ты, да я. Сейчас, 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 сейчас. Отвали, 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 отвали. Оп. Затупил. Хиляемся. Апа, щит. Апа, сука, контратака, а? Как тебе? Так, и что? Дальше что? Тут нету двери никакой, да? Да. Феноменальное дерьмо. Я нихера не понимаю, где арена битвы с Ситом была первая. Я вообще не врубаюсь как туда попасть. Вот, нашел всего-то два круга по библиотеке и нашел я его место, где он тусовался. Но никаких душ, ясное дело, здесь нету, потому что я уже сказал, что я сдох и не раз. Но вот какой-то сундук здесь нарисовался. Раньше тут не было. Балышой, балышой волшебный уголь. Это позволит, позволяет делать волшебное оружие, да? Для этих магий волшебства. Ну, полное фуфло, потому что моя-то пушка. Чё это такое? Моя-то пушка, она ни на что не зачаруется уже никогда. А вот это интересно. А, это кто-то, кто помер от ногового Сита, так появился здесь что ли? То есть ногой Сит накладывает проклятие. Вообще-то раньше, когда я в прошлый раз тут оказался, я стенки задние не видел. Но, вероятно, её Сит с собой просто закрывал. Ага. Ну и наверх тоже забежать было невозможно. Душа великого героя. Первый раз такое вижу. У меня, по-моему, ни одной такой не было. Души великого героя. Наверное, тысяч двадцать душ, наверное, да, за него дают. Да, душа великого героя. Она одна у меня такая. Офигеть. Ну да. До сюда только великий герой натуре мог добраться и сдохнуть от ногового Сита. Ну и больше тут нихера нет, короче. Ничего особо ценного здесь не было. В общем-то. Большой угол. Большой угол. Волшебства мне не надо. Душа в душу. Я сам кому хотите отдам. Так же понятно. Можно идти к дочерям хаоса теперь. Собственно, демонов крошить. Крошендосить. Так. Уезд нежити, глубины, подземелья, лачилия, ущелья бездны, лачилия, лачилия, священный сад, алтарь поведителя могил, дочь хаоса, бездна. Короче, ничего ближе к костра дочерей хаоса нету к тому месту, где я бился с демонами. Печаль и аная. Но зато здесь можно флягу возжечь. Кстати, а можно ее завалить? Мне кажется, за ее жопой какой-то проход, нет? Усилить флягу с эстасом. Главное, она тоже хранительница огня получается. Офигеть. О, сейчас, кстати, посмотрю, просядет ли здесь фпска. Да, ну, ниже 30-ти-то уже, ясное дело, не просядет. 60-то у меня снова золочилось почему-то. Не знаю почему, если кто знает, как ее перелочить снова. Можете написать. В общем, ну, демонов пойду дуплить уже в следующей серии, я думаю. В этой серии уже был один эпичный босс, следующий и другой будет. Поскольку серия короткая, вторая выйдет, может быть, довольно быстро. Так что пишите что-нибудь. Жмите что-нибудь и адьё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok